Так, друзья, теперь давайте мы с вами зададим маленький какой-нибудь интересный фон, для того, чтобы наш сайт не был таким вот скучным белым полотном. Для этого что нам надо сделать? Мы будем это уже задавать через файл стилей, поэтому в первую очередь мы должны его подключить. Итак, заводим еще один тег-линк. Давайте, линк видим, да. И здесь, давайте я сразу его закрою. Здесь делаем следующее. Пишем rel, равняется, и тут указываем следующий атрибут, это стиле sheet. Вот так, sheet. Отлично. То есть мы указываем, что мы будем подключать файл стилей. Также дополнительно, что мы еще можем указать, это атрибут type, в котором можно написать, например, вот следующий текст CSS. То есть указываем тип файла, но браузеры обычно и так нормально все понимают. Ну, вы можете разместить. Я так сказал, для общего развития вам это показал. И теперь давайте мы подключим наш файлик. Shreff равняется. И указываем файл стилей. Так как он находится в одной папочке с нашим файлом index.html. Где же он, зараза-то? Вот, видим, да. Вот index.html, вот стиле CSS. То нам не надо указывать папочку там images, как мы указывали для иконки. А просто пишем название файла стиле.css. Отлично. И здесь еще, что мы можем написать. Так, давайте мы напишем media равняется all. То есть этот файл для всех устройств. Файл стилей. Отлично. Вот теперь неправильно написал я media. Вот так. Media. media. Вот, все правильно теперь. Сохраняемся. И теперь давайте проверим, нормально ли у нас подключился файл стилей. Поэтому сейчас давайте мы пропишем первый селектор. Селектор body. И в нем напишем следующее. Background. Повторяйте все в точности за мной. Здесь пишем, например, решетка. И давайте. EF, EF, EF. Например, точка запятой. Сохраняемся. Обновляемся. Смотрим. Видел. У нас наш фон немножко посерил. Значит, все нормально работает. Возвращаемся назад. В качестве фона я буду использовать вот эту картинку. Geometry.2. Ой, тьфу. Geometry.2.png. Поэтому мы ее давайте пропишем. А вообще, если хотите, можете пройти на сайт. Сейчас, минуточку. Так. Sublet. Subtilepatterns.com. Вот этот сайтик. Видите, да? И здесь есть куча фонов всяких интересных. То есть, именно отсюда я взял фон геометрии. Видите? И вы его просто загружаете и можете тоже использовать. Ну, это, так сказать, маленький отход от темы. Теперь давайте его подключим. Итак, называется картинка Geometry.2. Поэтому мы возвращаемся сюда. Вот тут вот и пишем. URL. В скобочках пишем следующее. Указываем папочку images. И указываем название файла Geometry.2.png. Итак, сохраняемся. Надеюсь, я правильно написал слово Geometry. Так, обновляемся. И у нас появился вот такой интересный фон.